Всем привет! Пришло время поговорить о корпусе Nokia N8. Как он попадает к вам в руку, сразу уверенно ложится, ничего не скрипит, не болтается, все очень уверенно. Начнем спереди. Спереди идет стеклопластик, он защищает экран AMOLED. Он сейчас еще в пленочке, пленочку можно снять, но, конечно, лучше купить чехол, чтобы все это все равно не поцарапалось. Значит, начнем сверху. Надпись. Буду показывать как можно ближе все, чтобы рассмотреть мельчайшие детали. Nokia N8. Здесь находится у нас микрофон, точнее динамик, чтобы слушать. Находится фронтальная камера, датчик освещенности. Это вот они. Они также скрыты под стеклопластиком. Сверху находится клавиша включения и выключения аппарата. Разъем HDMI. Выход под наушники 3,5. Также еще видео выход. Посмотрим его. Вот он наш видео выход. Mini HDMI. Крепление задней крышки происходит первым болтиком. Это первый болт. Второй болт. И третий болт. Значит, вернемся к переходнику. Он идет в комплекте. Крышка очень хорошо сидит. Не отварится. Нет такого ощущения. Она пластмассовая. Вот эта верхняя часть аппарата выполнена из пластика. Потому что здесь находится антенна. Как-никак. Вот эта часть в середине она выполнена из анагирного алюминия. Дальше. Идем по корпусу. Клавиша управления громкостью. Сейчас сфокусируется. Клавиша управления громкостью. Выше. Ниже. Клавиша блокировки. Всегда. Только вниз. Выполнено хорошо. Ощущения нет, что она отлетит. Клавиша фото. Находится рядом с болтиком. Легко нажимается. Имеет вот такой вот звук. Клавиша громкостью тоже имеет такой же звук. Внизу на аппарате находится разъем для крепления шнурка. Также рост тесты. Их можно найти здесь. Гнездно для зарядки. Маленький разъем. Сделано в Финляндии. Здесь мы можем найти тип трубки и ее модель. Всевозможные сертификации. Здесь у нас идет также болт для крепления задней крышки. Разъем микро-USB для нашего кабеля компьютера либо для зарядки. Также светодиод. Он загорается, когда мы ставим аппарат на зарядку. Независимо, сюда либо сюда. То есть, как индикатор зарядки. здесь слот для сим-карты и слот для карты памяти. Давайте откроем. Сразу возникает вопрос. Каким боком вставлять сим-карту? Читать инструкцию либо вставлять наугад как влезет. Если неправильно к концу вставили, соответственно, она не поставится. Здесь у нас стоит уже симка. Давайте попробуем его вытащить. Как флешка. Нажимаете, вытаскивается. В данном случае сим-карта МТС вставляется вот таким углом. Раз вставили. Здесь разъем для карты памяти. Потенциально до 64 гигабайт. Максимально сейчас можно найти 32. Но эти слоты используются очень редко. Очень удобно закрываются. Нигде не выпирают. Ничего постоянно не будет сопряться. Значит, опять вернулись к нашим наушникам HDMI. Насчет стекла, который защищает наш AMOLED дисплей. Классно. Реагирует на сенсор очень здорово. Также ничего меньше отсвечивается, чем на ТФТ. Это, соответственно, не супер AMOLED. То есть, если сейчас мы его разблокируем. Понятно. Видимо. Вытащил симку, аппарат сам выключился. Запрещено это делать. Понятно. то есть, вот так он будет на отсвечивание. Сейчас загрузится. Я вам покажу. Снизу находится клавиша меню. Когда аппарат в ожидании не светится, когда вы хотите воспользоваться, она будет подсвечиваться по кругу. Ну, так же все кажется, будет зависеть от света датчика, который находится здесь. То есть, сейчас вот она подсвечивается. Подсвечивается красиво. Снизу аппарата мы разобрались. Теперь перейдем к задней части. Ну, кстати, вот. Очень классно, если даже на солнце будет. Вот. три. Ладно, меню позже. Задняя часть аппарата. Как выяснили, посередине идет анодированный алюминий. Здесь надпись Nokia. Такой гравировка, она выпуклая. Смотрите, очень классно. Вот так вот. Ну, тоже из алюминия. Камера немножко выпирает. Вот так вот будет. Тем самым подчеркивается значимость фото. Здесь находится у нас динамик, откуда идет звонок, и мы слушаем музыку. Модуль камеры, он защищен стеклышком. Когда мы будем включать камеру, сейчас покажу, затвор внутри будет открываться. Вот так вот. Он открывается. И когда мы закрываем, сейчас я найду кнопку, выходим из камеры, не вышел. Она закрывается. Ксеноновая вспышка. Вещь классная, но жалко, не регулируется по мощности. С близкого расстояния очень хорошо засвечивать. Приходится иногда выключать. Вот такой модуль камеры. Здесь написано информация по камере. Сверх еще покажу. Вот так вот у нас выступает камера. Но металл используется очень классно. Приятный на ощупь. Но все-таки радует эта надпись Nokia. очень красивая. Вот такой аппарат у нас N8. Такой у него дизайн. Мы посажали с вами корпус. Ничего не хрустит. Все четко. Клавиша блокировки отличная. Вот такая у нас заставка. В будущем можно все это будет поменять. Всем пока!